Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Восточный приворот. Мгновение двадцать седьмое. Буддийская притча. Эпиграф. Однажды двое буддийских монахов, старый и молодой, шли по берегу реки и заметили на берегу молодую и красивую, да еще и обнаженную девушку. Она со слезами на глазах пожаловалась им, что, купаясь, забыла одежду и оставила ее на другом берегу и попросила перенести ее туда. Старый монах, долго не думая, взял девушку на руки и помог ей переправиться на другой берег. А потом пошел дальше. За ним шел молодой монах. Через некоторое время он спросил, «Учитель, вы говорили нам в монастыре, что мы монахи, и нам нельзя дотрагиваться до женщин». На это старый монах ответил ему, «Я уже давно оставил эту красивую девушку, а ты все еще ее несешь». Буддийская притча. Мой разум давно уж оставил тебя, а сердце слепое несет. Свои откровения страстно любя, покоя душе не дает. Не магия эта и не приворот, хотя в моем сердце полно зияющих ран, словно адских ворот, нести их в себе осуждено. Их чистил Господь и слепой чародей, чтоб жизнь продлевалась скорбя. Нет, я остаюсь в этом мире людей, любить безответно тебя. Я знаю, что хочешь лишь мною владеть, как глазом, губами, рукой. И это больнее, чем просто терпеть в ночи одинокой, пустой. А там, за бушующим морем огня, за гранью мучений мирских, при звездах одних обнимаешь меня в сиянии лун голубых. Там девочка с мальчиком кружатся в такт вселенских космических сил, а Будда над ними вращает свой знак, который на сердце носил. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Буддийская притча. Восточный приворот. Мгновение двадцать седьмое. Благодарю вас за внимание к моему творчеству.